Валерия Крючкова Как вы считаете, насколько у нас в Рязани развит ресторанный бизнес? Насколько это на сегодняшний день доступно, удобно рязанцам, те заведения, которые мы видим и куда мы ходим? Я считаю, что у нас довольно-таки развит ресторанный бизнес. Огромное количество ресторанов, кафе, находится все в шаговой доступности. И жителям нашего города, судя по работе моей, действительно интересно ходить в рестораны, проводить время свободное от работы, от дома, отдыхать именно в ресторанах. Ну, насколько я знаю, ваш ресторан открылся не так давно, правильно? Сколько вы уже работаете? Мы открылись летом того года. Как вы уже сказали, в нашем городе огромное количество ресторанов, кафе. И чем-то вы должны отличаться, чем-то должны привлекать клиентов. Вот на что вы изначально решили делать упор в своей работе? Однозначно на кухню. Это домашняя еда. И такой особенностью нашего ресторана является открытая кухня. То есть любой гость может увидеть, как готовится его блюдо. Какая кухня у вас представлена? Какие блюда можно попробовать? Очень разнообразная. Даже можно сказать, немножко нетрадиционная. Есть и тыквенные супы, и острые супы, и салаты со сливочными соусами. В основном это идут заправки оливковое масло, бальзамик, гриль. То есть у нас свой мангал, и мы готовим шашлыки. Это действительно мангали на открытом огне. Сейчас идет пост, и многие рестораны специально составляют постное меню для тех, кто этот пост соблюдает. Да, конечно. У нас тоже есть постное меню, но оно пользуется большим спросом довольно-таки. Также, наверное, одной из составляющих успеха ресторана является бизнес-ланч. Потому что часто пообедать времени нет, и хочется как-то побыстрее это сделать. У вас есть бизнес-ланч? Да, по будням с 12 до 4 часов у нас каждый день бизнес-ланч. А вот давайте с вами вернемся к меню. Есть какое-то фирменное блюдо, которое вы сейчас могли бы посоветовать нашим зрителям зайти к вам и обязательно попробовать? Ну, это опять-таки, наверное, на любителя. Для меня из нашего меню это фирменное блюдо. Это салат-спа и куриные цевки. Это курица, куриные бедра, жареные на гриле. Но у всех по-разному. Давайте с вами поговорим об интерьере. Вот сейчас у нас нет возможности показать, как и что у вас. Но опять же, на что вы ориентировались, оформляя интерьер зала? Чтобы все-таки кухню действительно было видно, это в первую очередь. И вы были у нас в ресторане? Да, да. Вот этот вот большой стол, который стоит в центре зала, такого я не видел нигде. Вот все-таки это... Я так думаю, что это все было спланировано при ремонте, при дизайне, когда это все разрабатывалось. На сегодняшний день многие заведения, помимо каких-то гастрономических удовольствий, предлагают своим посетителям различные шоу-программы. Не знаю, в общем, какие-то развлечения в вашем ресторане это есть? Да, конечно. Каждый четверг у нас проводится игра с 7 часов вечера. Это лото. Приходит ведущий, который играет с гостями нашего ресторана. И также мы активно проводим мастер-классы. Вот буквально ближайший мастер-класс будет 28 апреля. Это мастер-класс по подготовке к Пасхе. А что он в себя включит? Я так подозреваю, что это как правильно красть яйца. Наверное, будет рассказана какая-то история про Пасху вообще. Более подробно не скажу. А есть у вас сайт, где-то можно более подробно узнать, во сколько? Действительно сейчас люди заинтересуются. Да, у нас есть профили в социальных сетях, ВКонтакте, в Инстаграме. То есть все это в открытом доступе. Можно зайти и посмотреть. Лера, а вот почему вы решили именно такого рода развлечения сделать? Да, лото. Вообще сейчас многие обращаются к настольным играм. И многим действительно это интересно. Какое-то возвращение к традиции? Я думаю, что да. Как раньше играли дома, большой семьей собирались и играли. Есть вот этот возврат. Обратно, как было когда-то давно, собраться в большой компании и поиграть. Компании действительно собираются? Да. А кто вообще ваш клиент? Вот можете... Гость. Да, гость, клиент. Кого вы вообще ждете? Это очень разная публика. Это и молодые приходят, молодые люди с девушками, и более старшее поколение. То есть определенного какого-то контингента нет. А с детьми к вам можно прийти? Есть какие-то блюда, можно так сказать, ориентированные именно на детишек, чтобы можно было их покормить и порадовать чем-то? Да, конечно. Можно прийти к нам с детишками. Еще кухня устроена таким образом, что, в общем-то, гость может сам попросить, что ему приготовить. И, в общем-то, если есть такая возможность, исходя опять-таки из продуктов, из набора продуктов, то повара готовят и по заказу гостя. Поэтому, если придут с детками, да, и попросят какое-то определенное блюдо для ребенка, то это без проблем можно будет сделать. Детей, наверное, самих всегда больше всего интересуют сладости. Ну, в принципе, и некоторых взрослых тоже. Что с десертами? Насколько широк их выбор? У нас свой кондитерский цех. Каждый день у нас свежая выпечка, свежие десерты, пирожные. Также мы делаем торты на заказ. Начинки разнообразные. И все это, ну, рассказать за один раз невозможно. То есть у нас в ресторане можно прийти, попробовать все пирожные. Если какое-то отдельное пирожное вам понравилось, можно заказать такой же торт. Можно забрать пирожные с собой. То есть выбор большой, в общем-то. А вот что касается спецобслуживания. Если кто-то захочет в вашем ресторане отпраздновать свой юбилей, свадьбу, это возможно? Да, конечно. Мы проводим такого рода мероприятия. И проводили корпоративы предновогодние. И для больших довольно-таки компаний юбилей тоже проводили. Возможен даже такой вариант, что ресторан можно закрыть. Но опять-таки это все будет обсуждаться уже непосредственно с заказчиком. Лера, а почему именно такое название – базар? Потому что давно-давно на этой улице, улице Грибоедова, находился базар. В этом здании это было, насколько я помню, поместье купцов. А вся улица Грибоедова и как раз Коморошинская – все это было местоположением базара. Поэтому ресторан-базар. Насколько я знаю, у вас там такие большие окна. То есть посетители могут, сидя за столиками в вашем ресторане, любоваться вот этой, можно сказать, древней частью нашего города. Лера, ну, давайте, наверное, пригласим жителей нашего города к вам в ресторан. Скажите, где он находится и в какое время вас можно посетить. Мы находимся у улицы Грибоедова, дом 58, ресторан-базар. Ждем вас в гости ежедневно с 10 утра до 11 вечера. Обещаем вкусную еду, приятную атмосферу, теплую обстановку. Лера, большое спасибо, что сегодня вы нашли время к нам прийти. Мы благодарим вас за вашу замечательную кухню, за радушную атмосферу. Мы сами являемся вашими постоянными клиентами. Ну и всем советуем. А на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова